Перед тем, как мы начнём этот ролик, нет, это не реклама, а расслабьте анусы. Это просто предисловие. Недавно на своём канале я проводил стрим, который собрал одновременно больше 900 человек. Для меня на стриме по Гарисмоду это очень и очень большая цифра, за что вам огромное спасибо. Материал с этого стрима я также собрал и в скором времени нарежу, а также выложу на канал, так что ждите. Есть ещё одна незакрытая тема, которая длится достаточно долго. Под роликами мне исправно ребята пишут о том, какую я песню использовал в том или ином моменте. Поскольку в группе ВК не такой сильный актив, как хотелось бы, я выкладываю все треки, которые я использую в роликах в своём Телеграм-канале. Ссылку на Телеграм-канал я оставил также в описании. Ты можешь зайти туда и пролистать по закреплённым постам, и ты наткнёшься обязательно на один из тех, который содержит в себе треки из моих роликов. Здарова, народ! Сегодня мы снова играем в Гарисмод, но немножечко не по нашему сценарию. Как вы, наверное, уже могли заметить, все мои ролики это админ-тематика. Где-то будни администратора, где-то проверка администратора, где-то я просто делаю какой-то контент, где играю за РП-профессию, и в этот момент нахожу нарушителя. Вы, наверное, уже подумали, то что в этом ролике не будет никаких разборок наказанных школьников и вопящих от злобы дебилов. Нет, они будут. Они также остаются, куда без этого, но их будет куда меньше, чем в моих обычных роликах. Так и чем же он будет отличаться от твоих прошлых видео? Я здесь буду отыгрывать роль полицейского в основном. Вы меня не увидите в админ-профессии, разбирающем жалобы, а также ищущем в клоке нарушителей. Я буду стараться отыграть обычное базовое РП за полицейского. Но если же человек на самом таком начальном уровне РП-отигровки начинает нарушать правила, то он, конечно же, получит наказание. Этот ролик я снимал на сервере Мухосранск РП. IP, группу, а также свой промокод я оставлю в описании. Залетайте. Так, ну среди ночи я еще людей не бегом задерживал, но я бы с удовольствием бы посмотрел на их реакцию, когда их ставят, например, лесом к стене. Это самый простой способ поймать какого-нибудь ферерпешника, который не соблюдает правила. Тем более в ночное время люди расслабляются, немного они начинают забывать про правила, а мы этим как бы пользуемся в таких роликах. В машине кто сидит, выйдете? Ну я не вижу. Тонировка пятерка. Тогда вопросов не имеют. Удачи. Да, если я еще не дома. Проходите, это человек под прикрытием. Ну вот теперь отлично. Я тебя понял. На подпеке, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Станьте лицом к стене, пожалуйста. Какой потом зрители я закончил только работать в северности. В северном месте. Я не знаю, что там будут разусоливать за завтра, а я тебе сейчас предупредил, если ты сейчас не встанешь, я пробью тебя нахуй ноги. Я, блин, только закончил работать водителем, вы чё, мне даже до дома не дают мне дать дойти. Чё ты делаешь, да, он тупой, просто конченый урод. Ему бы никто не делал мозги во время комендантского часа, если бы он просто не пришел туда, где собирается почти вся полиция. Паркуется ФСО, ФСБ и прочие профессии. Ну, то есть, ребят, подумайте головой. Чел приходит во время комендантского часа в место, где шанс быть посаженным увеличивается до 190%. И он удивляется тому, что его хотят посадить в тюрьму во время комендантского часа. И он отговаривается тем, что он только-только закончил работать. Нам, как полицейским, эти отговорки, ну, в принципе, ни к чему. Мы привыкли, это обычная формальность. Чел не дома, у него уже нету счетчика над головой, значит, его можно спокойно посадить. И это аргументировать очень просто. В ответ на это он начинает в тупую сыпать оскорблениями, понимая, наверное, или же не понимая того, что ему, все же прилепят срок уже за оскорбление госсотрудников. Я и так у нее. Сука, это оскорбление госслужащего. Где у меня было оскорбление? Ты да он тупой, что ли? Дай до дома дойти. А, это оскорбление только что. Понимаю. Почему дай до дома дойти? Иди нахуй, обезьяна ебаная. Оскорбление госслужащего. Самый тварь. Соси хуй, сука. Подождите, я не арестую... Соси хуй, сука, сам понял, пидор ебаный. Дай до дома дойти, дудик. Дудик, это ты, блядь. Посмотри в зеркало, если ты хочешь поругаться, иди в зеркало, блядь, и покричи. Обезьяна ебанутая. Дай до дома дойти. До какого дома, блядь? Автобус твой дом. Коммерка, какого спорта с моим домом у меня, вот дом там, вот там, пошел нахуй отсюда. Что ты... Куда его, у меня штрафа активиста. Да, не, лучше сейчас просто давай перепаркуйся, понемногу, ну, покорой. Попорая вопрос, если бы это было, то что он уехал. Вышел? поделал вот сюда давай поставить вот на уголок я думаю нормально будет или вот здесь вдоль и проблем не будет никаких зашибись суток так сойдет да вполне вполне полицейский патроны сайга без понятия я пользуюсь в принципе не интересно я понял ну ты к стене встань давай тут гражданский стоит а вы вон еще гражданский бежит гражданский бежит гражданский бежит блять вот он нелегального оружия нету во время камчаса вы не дома спасибо за содействие камчас да бля не все бля послушные прикиньте вы не ролик без нарушителей получит даже тот чел который начал меня оскорблять он он все равно стоял на месте считаете ну плюс я его еще заблочил эх мужик мужик ну давай туда блядь комендантский час бонус стой отвлекись блядь сюда ничуть даже не заметил ну вот так вот в следующий раз внимательнее будь скажите пожалуйста я еще проведу плановую проверку мне нужно чисто формально чтобы люди соблюдали и все вот я попросил лицом к сине встать я достаточно грамотно пытаюсь объяснить вот человек слушается молодец я просто проверяю и не более вот не слушается ну получает либо пизды либо срок кстати ребят немного позже как только я обойду ну большую часть города и вернусь к банку я покажу вам очень классную точку где вы можете ну абсолютно любой из вас может снять видео с названием топ 10 облав на цыган вот естественно это нужно делать все во время кам часа и попытаюсь я вам также показать пример как это все работает в действии приветствую приветствую здорово что где все то не знаю давайте выйдем на улицу побеседуем давайте пойдем 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 здрасте здрасте у нас плановая проверка после кам часа проходит поскольку часть людей некоторых расслабляется прям вот очень сильно после кам часа и либо носит нелегалку это собой либо что-то вот такое делает встаньте господа что здесь происходит да все все нормально вы можете своими делами заниматься у вас нет так проверяют а у вас может ориентировочки какие то пошли нет не ориентировка это просто плановая такая тема ничего необычного уже человек десять мы проверили все нормально это будет каждому лучше на самом деле если мы будем этим заниматься после кам часа гражданским лучше от того что меньше будет криминала если мы такое выявим а нам в принципе от поимок от таких вот дурочков тоже ну может премия какая-то может повышение я не знаю работаем в общем вы встаньте лицом к стене буквально пару секунд так а зачем лицом к стене я не убегаю ну я осмотрю я осмотрю документы я также проверю ну нелегалы я не нашел документы сейчас я присмотрюсь это чтобы никто не увидел оружие планируете покупать это индивидуальное ну если запланирую как я знаю что нужна лицензия в нашем городе ну да у вас ее нету у вас ее нету да 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 но я не планирую пока покупать ну вот как будут планы вот до покупки лучше отзаведитесь потом я просто не знаю как будете это объяснять другим сотрудникам на этом все всего доброго до свидания оменях добавок то что вы делаете на территории вы такие были решения все в порядке все в порядке территории последний тур もасшаб с территории вы ана конструкторов учителя вы нас может выпустить вы разгор amount для говорения заняты Sylvan оправа премьер отуду Sunny виратных населила и расов быстренько сейчас исправить его проходи за мной за мной за начальник его тоже нужно выдастся процент почему еще не было не закрытая территория его нужно тоже выпустить и еще раз повторяю товарищи ладно хорошо вам поверим но скажите спасибо этому господин я вы ему уже готова никаких взяток не было я бы сейчас на том месте за языком бы следил кто сейчас рот через сейчас на рынке моего то на поле сегодня его днем не но он будет дальше сейчас не миром сити я его вытаскивать не буду его просто оттубасят и закуют в турку посадят накачать препаратами сделают из него ну типичного беда обитателя банк лавой и все я но никак не помогу в таком случае это уже как бы сами понимаете такой исход печально однако люди покупают себе потом после этого ковбойку и пишут везде рп топ разноплановый ролик получится я же постоянно предстаю в таком амплуата что я людей наказываю хуй сошь а тут я видите ли с ребятами более-менее докультурно общаюсь и пробую хоть немного до отыгрывать роль полицейского вполне себе вы можете вон туда к вон тому забору подойти я смотрю на предмет нелегала и прочего нелегала не найдено а документ оружие приобретать думаете в будущем лицензии сейчас нету если думаете в будущем приобретать подумайте об этом щас ну окей тогда всего доброго да ты лео шо они такие шо они такие адекватные и куда все делись долбоёбы я все их всех поперепиздил с этого сервера или что срочно заказываю там ну пару дюжин долбоёбов мне нужно кого-то попустить срочно у меня знаете как вот человек который вот драться любит у него руки че у меня вот язык чешется просто кого-нибудь от хуй сос но естественно за дело я швейте просто так варежку то не раздевая на людей он чел попался адекватно да у него права бандита но вполне себе адекватно а тот таксист свиньи а вот за это он в принципе съел хотя жаль нельзя накидывать сроки по разным причинам какой оператор кому звонишь телефонист я же вижу то что ты кого-то набираешь оператор абонента какой теле 2 977 слышишь микс на кто там мы эти деньги за шаги дает но по моему по моему мегафон да ты не помнишь это знакомого вот этого как сейчас помню миша дырявин убили его нахуй над на той неделе его же поэтому последствия получается убийцу и заказчика прогнали где-то тут они видимо договаривались а да 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 припоминаю подобное было мишу дырявин как раз вашего там где-то какой-то ненормальный а с ним связывались как раз вот через этот телефон или другой какой-то проблему для этого бля мусора чудо ебались до меня и не были стой я с ним поговорю я с ним поговорю постой так если ты сейчас завалишь ебальник и будешь слушать меня то у тебя зубы то и не повылетают отдыхать замочек в замочек какая нахуй дурка это оскорбление госслужащих а там его быстренько сейчас а приходят там до хера докторов все с ним могут справиться вполне себе спокойно пиздец 70 тысяч пиздец я просто придумал рп диалог на коленке вот буквально за 10 секунд чел за него согрелся ну естественно в рп рамках за это он получил рп наказание знаете мне на самом деле даже это немного больше иногда нравится чем в тупую искать нарушения или же принимать жалобы это как-то интересно с одной стороны а с другой стороны немного нудновато нужно постоянно что-то придумывать а тут ты раз просто открыл правила понимаете нашел в правилах нужный пункт вложил дважды 2 накидал еще пунктов от хуесоси учела словил его на том что у него жопа горит уже предстоящего наказания еще ему накинул за неадекватность а тут надо видите ли немного разговаривать хотя бы вот поэтому и немного больше это нравится чем тупо разбирать жалобы вот пожалуйста я зашел четыре свидетеля уже здесь один расплодушка какой-то чел сложился лежит не буду ему мешать я думаю ему и так нормально мне кажется кстати когда ты играешь за госа роль еще огромную играет голос если ты школьник ребят не в обиду но мне кажется так оно и есть если ты школьник и у тебя очень такой нежный голос тебя просто никто не воспримет всерьез и тебе стоит просто-напросто немного подрасти так ну курьеров я не трогаю они мне не нужны мне нужны в основном гопники упаля ну рабочее место на самом деле это и прикольно получил мне кажется тут немного багованный прицел видео его канаёбит как чела в ростове-на-дону который живет на северном кто шарит тот шарит добрый день раз у нас плановая проверка проходит после комендантского часа можете оба лицом встать я смотрю и вы тоже обычная такая формальность документы можно ваши немного объясню зачем я достаю оружие в таких ситуациях потому что челы некоторые имеют свойство доставать оружие и начинать расстреливать полицейского ну просто потому что они хотят чтобы их обыскивали вообще развитие обыска в таком ключе это конечно же фрикил но мы-то можем также развести чела и забайтить на феррп а то что мы достаем оружие ставим его на предохранитель это как бы негласно но все же запуская действия феррп у человека который стоит без оружия и по правилам любого нормального дарк рп сервера человек который стоит без оружия будет все же обязан сделать все то чего от него просит полицейский с оружием на предохранителе нет лицензии нет лицензии не подсказывайте где мэр находится мэр находится скорее всего у себя я еще не заходил туда только-только пришел на службу я просто приезжий я не знаю где он он находится вон в том здании сбербанк она совмещена с мэрией в данный момент если думаете обзаводиться оружием в будущем то приобретите лицензии все я уже посмотрел спасибо вы можете убирать все-всего доброго всего доброго двух гопников проверил адекватные и слушаются ребята соблюдают молодцы если на этом вот вы наверно скажете ты заебал ты одно и то же у них спрашиваешь это база это бейст это то с чего в основном всегда начинается проверка диалог полицейского с каким-либо другим игроком который не является полицейским если же на этом этапе на начальном идет какая-то уже непонятная херня отклонение от маршрута типа чего такой стоит 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 там ему говорят лицом к стене маршрут перестроен он от стены и бежит а можно подержать нет соблюдайте дистанцию ну пожалуйста нет нельзя можно хотя бы потрогать можно потрогать сказал почему я просто я просто никогда в руках оружие не держал вот и тем более не нужно если никогда его не держал иди занимайся делами ну ладно тогда и пома что ты делаешь да тут есть один пингвин на крышу из верланга посмотри какой-то человек там сидит ну доставщик в чем проблема что-то поди чё хуяришь ну да так ты послушай как он выражается послушай иди постой гражданский постой привет можешь слезть тут просто люди пугаются вдруг разобьешься ну и пингвин аликты подашь да вот смотри тут невысоко ты вот на эту крышу спрыгни главное и все будет нормально если чё поймаю давай прыгать давай давай аккуратно вот это чё за лицензией молодец давай все слезай давай сопровожу тебя вниз давай 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 на машине или на двинках давай давай слезай опа все здравствуйте куда вас я упал неудачно ну отсиди где нибудь в парке а потом иди по своим делам все больше не залезай туда мою машину взламывает вон видите машину взламывает мою бегом что ты делаешь отойди от машины итак сейчас вам зачитаю логику того самого гопника да за мной бегут два мента у каждого из них оружие меня уже спалили на попытке кражи автомобиля что я буду делать да я буду убегать потому что у них оружие а я быстрее пули я долбает стоять сука предупредительный сейчас буду давать поскольку здесь medium рп сервер так указано в правилах отыгровка у игроков должна хотя бы более-менее этому соответствовать и вот вам как раз еще одна логика этого самого гопника ему пустили юшку прямо из пятки что же он будет делать конечно же продолжать бежать потому что пули нормальных пацанов не берут алло долбоеб стой я же тебя забью нахуй ребят этот момент пж запомните потому что я не находился на большом от него расстоянии то есть он меня слышал он меня слышал он чувствовал все выстрелы по нему все проходило но ему было похеру самое главное учтите то что он слышал меня дальше вам эта инфа ой как пригодится стой долбоеб я тебе говорю еще раз раз два я на счет 3 буду стрелять уже полностью на поражение так но больше он не побеспокоит не побеспокоит больше вряд ли он что-то сможет больше взломать сироткин играет у нас за гопника самая нарушаемая правила это реально ну мне кажется феррорфа ну да я могу ему 60 влепить за 3,7 верно верно заслужил заслужил бан пидорас у меня сейчас нужно идти в марию я дико извиняюсь но процент вас вызывает человек которого вы посадили но не понимает украинской а сейчас скажу его зовут фиррер пэй или флипуш ассироткин мэр вторая очередь поддать пожалуйста степнуться к нему но он получил так стараться или церкви наводить самаршрутки лицензия где-то у вас привет дорогой слушай а где было фирр рп где не боясь за свою жизнь я ехал в машине ты ехал в машине где была не боясь за свою жизнь объясни мне за тобой велась погоня и что так я на машине сотрудниками ты издеваешься мне ни слова не сказали я уехал уже блин не знаю куда ты не был на машине я был на машине смеешься ты пытался ее угнать подожди а мы пришли и догнали тебя у тебя демка есть я просто что то не помню такого я помню дорого с машиной ну ты хотел угнать машину ну а демку ты мне можешь показать я просто что то не помню такое было мы с врачом и еще одним офицером прибежали ты начал убегать я же тебе говорю я помню то что я вот недавно только что угнал тачку я бы тебе попал за мной ехали типа челы на тачках чекай логи дамага админ таки что да сейчас ладно мы же чекать логи дамага а просто даже если там будет по мне дамаг я все равно это ничего не даст просто прикол в том что надамажить меня можно было и просто так надамажить меня можно было когда я не слышал того что мне говорят стоп поэтому я хочу тебя убедить демку ну слушай люди есть разные и правда вы нанесли 61 уронный мох да 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 администратор только сам подумай дамаг это понятно но ты же сам понимаешь что такое расстояние если он говорил если он говорил на расстоянии больше там 15 метров я это слышать не могу раз 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 СТОЯТЬ СУКА СТОЯТЬ СУКА СТОЯТЬ СУКА Я ж тебя забью нахуй ну демку мне покажи ты меня посадил ты должен иметь демонстрацию экрана то что ты посадил человека а это было буквально пару минут назад я тебе говорю демку покажи ты должен иметь демонстрацию на то что я нарушил сомнаюсь что ты не помнишь админ у него ж должно быть демка правильно С нихера-то он не может выдать. А кто сказал, что тебе кто-то с нихера выдал? Почему я это, скорее всего, не припоминаю? Потому что было уже случая 3 с того момента, как ты мне что-то там говоришь про то, что по мне стреляли. Ты когда закончишь говорить, ты дай знать. Потому что если я начинаю что-то говорить, ты начинаешь вкидывать поперек. Так, я тебе говорю, ты демку мне просто покажи, и все. Какую тебе демку показывает? То, что ты убегала от двух полицейских при погоне? Демка моего нарушения. Я тебе сейчас еще раз предупреждаю. Ты будешь меня перебивать, и тебя выдому. Много было погодить за последний час. На этих разборках сейчас ты выдашь муд, и это уже будет админа буза. Не будет админа буза. Я тебе выдам заслуженно муд. Нет. Я тебя предупредил уже. Чел, здесь разбирается администратор, но далеко не ты на своих разборках, Ты будешь перебивать меня и мешать мне разговаривать, я тебе выдам муды, и останусь прав. Это подтвердит любой администратор, который сейчас на сервере. Хорошо, ты мне демку покажешь? Демку какую? Демку моего нарушения. Тебе показывать я обязан. Обязан? Вы лично нет. Я не буду показывать демку. Подожди, так если он забанит? Не обязан. Он должен иметь на эту демонстрацию? Не обязан. Должен? Не обязан. Не, я в администрацию должен иметь демонстрацию на это. Он не должен. А, то есть, типа, ну, может забанить и не иметь на эту демонстрацию, да? Почему? Кто сказал, потому что у меня ее нет. Ну, не, не, просто интересная, странная политика просто сервера. Кто-то. Причем политика сервера? Ты нарушил, получил наказание. Все логично. Я тебе говорю за то, что у меня была достаточно погоня за последний час. Я хотела увидеть свое решение конкретно. А это произошло буквально 5, 2, 3 минуты назад. Потому что я буду очень уверен, что я не слышал твоих слов. Это произошло совсем недавно. Как ты этого можешь не помнить, я не понимаю. Смотри, ты на машине был леген. Я сейчас даже посмотрю врача, Ник, именно, который работает сейчас. А, с врачом ты имеешь? Конечно должен. Но давший нарушение. Ванная администратор опытный. Надо помнить. Подожди, подожди. С врачом там где было? Да, ты в медицинскую машину хотел буханку угнать. А, ну, так это все меняет. Слушай, я вижу, как намерят светить вот этой фигней. Я начинаю бегать. Все, я вижу, через третье лицо вы за мной гонитесь, но ни слова я не слышу. То есть, тебя вообще не смутило, что за тобой бегут полицейские, делают предупредительный выстрел, попадая по тебе один раз. Потом дальше ты все равно бежишь, останавливаешься. Ты уже согнулся по механике сервака от страха, и ты все равно убегаешь. И ты пробежался так от самой машины, которая стоит возле загона. Мне ни слова не сказали. Как ни слова не сказали? Как ни слова не сказали? Ну, вот так. Ну, может, ты говорил там что-то себе. То есть, тебя не смутило, что по тебе стреляют уже несколько раз? Тебе дали предупредительный, после предупредительного ты не остановился? И по тебе уже попали несколько раз? Я тоже это не смутило, то есть, вообще, да? Нормально, нет? Админ, посмотри, по мне один раз стреляли, Или же, там, по одному разу, там, кто-то пострелял, там, по 20-30. Не по одному, по тебе нормально влетело так урона. Уже написано было администратором, что по тебе прилетело... Ну, 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 я умер, что ты мне... По тебе уже нормально прилетело. Получается, ты меня одним выстрелом и завалил, чел. Не одним выстрелом. Я по тебе несколько раз попал. Ну, я одним выстрелом и не следу очередью. Не выстрелом. Пару выстрелов. Несколько логов дамага. Во время всей погони сначала делал предупредительно, потом по тебе. Потом уже, когда понял, что ты меня вообще не слышишь нормально и не хочешь вообще слушать. А я просто одна строчка с дамагом 61. Несколько строчек с дамагом. Я тебе еще раз повторяю то, что я по тебе стрелял несколько раз. Я не у тебя спрашиваю. Так я тебе отвечаю, ты что за син дурочек, что ли? Я не тебе спрашиваю, ты понимаешь, нет? Так а нахрен я тут нужен, что-то от меня хочется, да? Что-то от меня хочется, да? Что я тут делаю? Я у него спрашиваю. Я тут тогда что делаю? Типа, я могу пойти по своим делам дальше, я правильно понимаю? Если ты со мной не разговариваешь вообще, раз ты меня все равно вызвал. Я уже ответил вам, молодой человек. Спасибо, спасибо, все, ладно, давай, давай, распускай. Интересно. Болван, ебаный, ну ебаный. Сука, он то есть меня позвал, попросил позвать, и он мне постоянно горит. Да я вижу. Чтобы говорить, я не с тобой разговариваю, что это за дебил? Перебивает еще тебя. Это да. Блин, может ему за перебивание выписать? Можно. О, супер. А что там за перебивание правил? Так, ну, гак, 30 минут. Хе, прикол. А я не помню, он кажется ливнул. Да. Да, он, допустим, ты еще не закрыл шоу? Он сказал все, в общем-то, я не хочу уже разбирать. Да потому что он не тянет. Ну, в таком плане. Да ладно, он уже час бана получил, что его опять мурыжить? Он опять будет плакать. Вам хочется, чтобы он тут вот эту админ-зону затопил слезами нахуй? Думаю, нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До встречи.